Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Святая Урсула. Урсула христианская святая мученица. По преданию дочь британского короля 4 века. Героиня географической легенды в 11 тысячах дев. На 11-ти трехвесельных кораблях. Широко распространенные в средние века в западноевропейских странах. Ее честь основан женский монашеский орден Урсулинок. В Ломбарде в 1535 году. Посвящающий себя презрению бедных и воспитанию девушек. Которые быстро распространены в Италии. В Германии и Нидерландах. На особое значение получила во Франции. Перед революцией у ордена Урсулинок только в Париже было 14 монастырей и до 300 остальной Франции. Я цитирую Википедию. Согласно преданию 7 века Урсула жила в середине 4 века. И была обратившейся в христианство дочерью британского короля Денот. Она была так прекрасна и мудра, что слава о ней дошла до дальних стран. Пытаясь избежать нежелательного замужества с принцем-язычником. И вместе с тем оградить своего отца от угроз могущественного претендента на ее руку. Было согласие на брак. При условии, что оба короля должны послать Урсуле в качестве утешения 10 благочестивых дев. Каждую из которых должны сопровождать тысячи девиц. Им должны быть даны трехвесельные корабли и три года, которые они могли бы посвятить своему девичеству. Между тем жених должен принять христианскую веру и изучить христианские обычаи. Условия с вами были приняты. По совету Урсулы были собраны благородные девы из различных королевств. Они выбрали Урсулу своей предводительницей. Когда все корабли были готовы и когда Урсула обратила всех своих подруг к Вере, она повела 11 кораблей в сторону Галии, в порт Киэлла. Оттуда они отправились в Кёльн. Там у Урсуле явился ангел и дал указание вести всю общину в Рим, а затем вернуться и принять в Кёльне венец мученической смерти. Все корабли доплыли до города Базеля. Там девы оставили корабли и отправились пешком в Рим. В Риме Урсулу принял папа Кириак, трефический персонаж, знавший об уготованной Урсуле и ее спутницам мученистей и пожелавшей разделить его с ними. Он рассказал всем о своем решении, торжественно сложил в себя сан и присоединился к странницам. На обратном пути под Кёльном на паломниц напали гуны. Ненавидящие христианство, возмущенные принятым девами обет безбрачия, они их всех истребили. Среди мучениц была святая Кардулла, где-то дева мученица Кёрнская. Последней погибла Урсула, отказавшаяся стать женой, плененная ее красотой вождя Гун. Ее пронзила туча стрел. Небесные полчища истребили войск во Гунов. Тела убитых девиц были торжественно погребены жителями Кёльна. Много времени спустя пришел с востока грек Климатий, имевший во сне видение и построивший в память погибших храмов. Ныне это самая древняя Нижне-Греинская базилика, которая каменную плиту Климатия датирует IX веком. Храм действует по сей день. С XII века начинается обретение костей погибших. Под Кёльном были найдены захоронения, которые вследствие видений монахини Елизаветы были связаны с Урсулой и ее подругами. Из этих захоронений были извлечены тысячи скелетов. Внутри церкви Святой Урсулы расположен монумент, на котором расставлены сосуды с реликвиями, черепами и прочими останками, предположительно принадлежавшими Урсуле и ее спутнице. Позднее католическая церковь объявила Урсулу святой мученицей за веру. Дата памяти Урсулы – 21 октября. Вот так вкратце, конечно, из Википедии о Святой Урсуле. Христианской и Святой Мученице. Пока-пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин